Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Курортианаба. Сегодня понедельник и у нас в Напе, не думайте, что все так печально, а вот оно, солнышко. А это самое главное для хорошего настроения, правда. У нас сейчас поддувает норд-дост до 9 метров в секунду и он принес с собой холода с ваших равнин. Всего лишь плюс 7 температура воздуха сейчас показывает мне градусник в машине на солнышке. Ну а мы находимся с вами в одном из достопримечательных мест Анапы. С правой стороны у нас находится Надежда, с левой стороны у нас находится Делуч, кстати, СПА-комплекс. Я делал обзор на него и вот уже совсем немного остается времени до того момента, как раскроются главные предвестники весны. Это магнолии. Они самые прекрасные и самые классные деревья, которые я только знаю. И лучше них, наверное, нет ничего. Посмотрите, какая красота. Как котики эти выглядят великолепно. У нас Анапа уже вовсю покрывается цветами. Сейчас ехал практически возле каждого двора какие-то цветники, деревья распускаются. Но все равно самое классное, конечно же, это магнолии. Так что приезжайте обязательно, посмотреть на эту красоту и насладиться этими прекрасными видами. Тем более это маленькое дерево, оно открывается немножко быстрее, а потом в дальнейшем откроется вот это большое дерево. А там уже котики набухли и вот-вот распустят свои цветочки. Это будет самое главное действие весны распускания вот этого дерева магнолия. Найти это место можно вот по этому адресу, улица Калинина, 30. Также здесь санатория Надежда. Есть территория, очень красиво сделана, по которой вы можете прогуляться. Там находятся еще два дерева, которые тоже магнолия распустятся. И тут отдачи еще есть одно большое дерево, но оно распускается еще попозже. Сразу не заметил, посмотрите, божья коровка вылезла уже и греется на солнышке. Из близлежащих поселков мне присылают большое количество божьих коровок, которые говорят вот-вот прилетят к вам в Анапу на море. Надеюсь, что не будет повторения позапрошлого года. Такого количества мы не увидим. На большом дереве, видите, сейчас они еще в таком спящем режиме находятся. И не такие большие, как на предыдущем. Здесь их будет прям очень много. Они тут чисто белого цвета. Причем подойти еще вот к ресторану у Надежды. И здесь также можете увидеть, что котики эти уже распускаются. И магнолия вот-вот приобретет праздничный вид. Кстати, деревья растут довольно-таки быстро. Были небольшими кустарниками, сейчас же выросли до крыши. В территории вы можете увидеть здесь огромное количество лавочек, зелени. Красиво все украшено. В летний период, видите, в тени очень много мест, где можно посидеть. Эта территория вообще доступна, то есть не закрыта забором. За что, Надежде, огромное спасибо за такое великолепное богоустройство нашей курортной территории. Вот такие вот места должны быть, наверное, во всех территориях, чтобы люди приезжали, гуляли и наслаждались красотой. И без надобности заходить куда-то за забором. Поэтому я не особо приветствую КРТ, потому что там закрытые территории, как Сочи парк. Это же самое в Сочи огромная территория, но доступ туда либо за деньги, либо никак. Напишите, понравилась ли вам такая территория или нет. Также хочется вам рассказать о таком вот памятнике. Очень интересные фотографии можно сделать. Они находятся вот так вот наискосок от магнолии. Немножко в тени деревьев, поэтому сложно найти. У меня на канале есть рассказ про этот памятник от Ольги Кимовны. Еще и привет. И, кстати, ребята, проверяйте, подписаны вы на канал или нет. Потому что, возможно, смотрите в другом месте. Подписывайтесь, поддерживайте, говорится, меня таким действием. Айболиты зверушку к нему спешат на лечение. Возле столового увидел еще немножечко цветов и решил их вам тоже показать. Чтобы побольше весны было в ваших городах. Несмотря на холод, в Анапе у нас очень красиво. К сожалению, печальные новости черноморского побережья. Пока у нас в Анапе светит солнышко, в Сочи, в Хосте идет потоп. Мощные потоки по улице ручей видны и срываются вниз. Вот такая вот беда там происходит из-за того, что не выдерживает залповых ливней. Ливневая система и улицы превращаются в реки. Там, наверное, сегодня лучше не выходить на улицу. Поэтому, наверное, и люблю больше Анапа. У нас за всю мою жизнь был единственный потоп и больше такого я не помню. По солнечной Анапе прокатимся до улицы Калинина, пересечение с набережной. И пройдемся, посмотрим, что там интересного происходит. Ну, как приятно смотреть на Анапу в солнечных лучах. Совершенно другой город. Хоть по прогнозу у нас этого солнышка практически и не было. Меняется погода у моря. 5 секунд и вместо пасмурной промозглой погоды приходит солнечная прекрасная. Хотя всего лишь так же плюс 7. Но в машине уже под солнечными лучами очень тепло. Сейчас мы с вами приехали на улицу Калинина 1А. Здесь у нас есть парковочные места. Так что, если вдруг захотите прогуляться по Анапе и найти место для парковки, пользуйтесь этим адресом обязательно. Места вот даже сейчас здесь присутствуют. Хотя показательно, что даже в межсезонье здесь мест не так уж и много. Плюс в дальнейшем здесь будет платная парковка. О платных парковках Анапы можно ругаться бесконечно. О том, что на муниципальной земле, то есть земле, которая принадлежит всем гражданам, организовали парковки за деньги, из которых в бюджет будет ввести всего лишь, по-моему, 15%. Тенег могу ошибаться посредством. Тут не суть. Вот уже паркоматы с солнечными батареями. Потихонечку их распечатывают. И на некоторых местах уже даже заработали табло. Эти парковки у нас по всему городу. То есть была дорога, стали платные парковки. Но еще бы хорошо, если бы все бабки шли в бюджет. Там и 20% организатору этих парковочных мест. Но у нас все наоборот. Знаете, не буду комментировать. Пишите ваши комментарии под видео. Что вы думаете о платных парковках Анапы? Единственное, что хотелось бы добавить. Несмотря на то, что там обещают для местных жителей сделать какие-то скидки. Люди, которые проживают по городу. Особенно в старом районе Анапы. Курортная, так сказать, часть его. Говорят о том, что у них парковочные места будут что-то в 16 тысяч в месяц выходить. Чтобы просто свою машину парковать возле дома. Чем, собственно, примечательно это место? Почему сюда стоит приезжать? Потому что здесь ближайший выход на высокие берег Анапы. По которым можно погулять. Посмотреть на красивые виды моря. Посидеть в кафешках. Выпить кофе. Оздоровиться есть. Тренажеры. А также здесь рядышком находятся бани. Которые я вам сегодня тоже постараюсь показать. Еще одна интересная новость. В том, что схема размещения всех объектов на курортных территориях. Пляжных территориях. Будет теперь курировать Минтуризм. Поэтому, ну, чтобы эти схемы размещения не мешали видам нашим, когда мы выходим на пляж. Я часто говорю об этом, что люди приезжают за видом моря. И не смотреть на какие-то магазины, кафе и так далее. Хотелось бы обратиться к этим чиновникам, чтобы они приехали именно в летний сезон. Да, почаще желать на каждую неделю. Смотрели, сколько квадроциклов у нас стоит на пляжах. Сколько торговых точек стоит на дюнах. Тех местах, где их в принципе даже не должно быть. Это было бы очень важно и интересно. Здесь вот идет какая-то реконструкция. Меняют, так сказать, облик опять этих навесиков, которые здесь появились. И мы потихонечку с вами выходим уже на набережную. Набережная у нас тоже, друзья мои, преобразилась. Появились в такие вот качельки великолепные. На которых можно посидеть, покачаться, посмотреть на море. Лавочки, мусушки есть. И посмотрите, какой шикарный вид на наше море. Оно сегодня разноцветное. Видите, северный ветер сдвигает свои воды. Вот прям видно вот этот тореол. Надеюсь, что на камере, на экранах своих вы тоже его заметите. Как одна температура воды встречается с другой. Все неинтересно, какой будет температуры моря. Обязательно замерим. А на берегу можно разглядеть первые одуванчики, которые появляются у нас благодаря солнышку. Ну и разные другие цветения тоже здесь имеются. Прогуливающиеся парочки, сидящие на лавочках, те же парочки. И вот, пожалуйста, вам богоустройство нашей набережной. Есть теннисные столы. Разные, так сказать, тренажерчики. Туалет бесплатный, кстати. Можно заплянуть, работает или нет. Три кабинки. Закрыто. Открыто. Все чистенько, уютно. И еще одно так же. В принципе, значит, что туалет работает. Водичка есть. Супер. Хочется отметить вот эти вот ворк-аут площадки, которые появились. Раньше с ними была прям проблема. Там был какой-то один турник между деревьев. Был сделан самодельно. Сейчас, пожалуйста, приходите, подтягивайтесь, разминайтесь. Для души и тела есть разнообразные тренажеры. Слушайте, ну, по-моему, очень симпатично, достойно. Есть люди, которые жалуются на то, что, допустим, столы эти там не нравятся. Могли вообще не поставить. Я так думаю, у нас часто такое происходит. Вообще ничего не происходит. Здесь даже покрытие сделали щебеночкой. Городили. Ту территорию великолепное место притяжения. Плюс туалет с водичкой. Я считаю, что очень круто. Вот он, пожалуйста, мужчина с голым торсом. Прям прокачивается все мышцы. Так же есть велотренажеры для любителей покрутить педали. Да еще и с таким шикарным видом на море. Что может быть просто круче. Конечно, люди, которые прогуливаются по набережной, это отдельная красота, которая меня всегда очень радует в Анапе. Контактный зоопарк. Голубей можно покормить. Котикам приносят еды. А котики уже наелись и сидят, загорают на солнышке. Анапские красавцы и красавицы. Ну и, конечно же, посмотрите на вот это фон. В старом здании, историческом, так сказать, Анапской набережной маяк. Работает кофейня, в которой можно прикупить вкусные напитки для ваших более комфортных прогулок. Идешься, слушаешь релаксирующую музычку. Причем, знаете, я всегда возмущался против музыки на набережных. Гнута, которая кричит и мешает тебе слышать всю обстановку вокруг. Сейчас ты слышишь чриканье птичек и шум моря снизу, ветер. Токсины здесь не продувают, потому что как раз таки мы заходимся за зданием, за городом и под защитой всех деревьев и этих строений. Идешь просто под солнечными лучами, получаешь невероятное удовольствие от такой умопомрачительной, прекрасной прогулки. И, кстати, чего всем советую, друзья, приезжайте, гуляйте, наслаждайтесь, если есть такая возможность у вас. Конечно, не обходится без иродов. Перепрыгнули, запустили салют и бросили. Ну, сделали себе красоту, уберите за собой. Обидно, что так себя люди ведут. Потом обижаются, что Юра ходит, обзывается. Можно еще отметить, что очередные деревья засыхают. Вот, бедные сосны, к сожалению, не могут прижиться здесь на сна побережье. Надо либо другой сорт сосны, типа какой-нибудь Пицунской, искать, либо другие деревья использовать. Задумка очень хорошая, но мы видим огромное количество денег, которые просто выброшены на ветер. Но не могут они здесь прижиться из-за ветров, сильной большой соленой влажности. Я думаю, что деревья постоянно погибают. Несмотря на запреты на катание на разных таких вот колесных транспортах по набережной, они у нас здесь стоят и сдаются в прокат. Это тоже вызывает большие вопросы. Здесь мы подходим на пересечение улицы Крепостная, набережная. И видим, есть шикарные такие прям скамеечки. Единственное, туи, которые были высажены здесь в таких вот вазонах, погибли, к большому сожалению. Но места здесь даже сейчас совсем, так сказать, ограничены. Потому что пользуются бешеной популярностью у наших дорогих гостей города и отдыхающих. Ну и одна из главнейших достопримечательностей города Анапа – это, конечно же, маяк. Здесь очень атмосферно на закате. Советую вечернее время сюда приезжать. Хотя и днем тоже очень красиво. Для тех, кто ищет парковку для машин на протаповой крепостной, тоже есть парковочные места. И также они в будущем станут, в большом сожалению, платными. Ну, место есть куда поставить. Такие места запоминайте, потому что самая большая проблема в Анапе в сезон курортный – это именно парковка. Как вас зовут? Меня зовут Ольга. Я с Алтайского края. Ух ты. Хочу передать привет любимому мужу Андрею, коллеге Наде, Нине Ивановне. Мы приехали с сыном сюда отдохнуть. А где остановились? Лена. А у нас квартира в Анаполисе. А, ну туда вообще шикарно. К себе домой приехали? Практически. Как вам наша погода? Сегодня самый холодный день. Хорошая. Ну, я не почувствовала, что холодно. Конечно, такая куртка, шапка. Все равно я же адаптируюсь. Так что это... Спасибо за привет. Кстати, я вас уже третий раз встречаю. Это вообще прекрасно. За три года. Всегда везет. Каждый год по одному разу, да? Да. А многие пишут, что не получается встретить. Просто надо гулять чаще по одному. Ну, конечно, конечно. Ой, посмотрите, как хорошо. Им загорает себя, получает удовольствие. Я думаю, на его месте очень многие хотели бы сейчас оказаться. Очень рад встречать своих подписчиков. Тем более, особенно, когда мы в формате видео все это делаем. Подходите, не стесняйтесь, передавайте приветы. Все это увидим и оставим на память о наших с вами встречах и любимой Анапе. Еще один Мурлыка сидит и щурится на солнышке. Какая же великолепная красота. Кс-кс-кс. Их уже перекормили. С работы по благоустройству прикапываются газоны. Это одна из достопримечательностей, доставшейся нам из СССР. Осьминог такой красивый, в мозаике. И тут также присутствует туалет бесплатный, который сейчас функционирует. Уже не новая наша набережная, но ранее была самым прекрасным местом за счет своих белых балясин. Набережная от санатория Малой Бухты. Она несколько ярусов имеет. И сюда люди собирались, чтобы вот так вот сидеть и наслаждаться морюшком. Сейчас у нас появилась еще одна новая набережная. 40 лет победы спуск. У нас на канале есть видео о ней. И она более масштабная. Это тоже имеет свой колорит и уют. И плюс здесь есть лифт, для того, чтобы в курортный сезон можно было спускаться вниз. Тоже очень много отдыхающих. В принципе, и беженцы у нас здесь присутствуют, так как санаторий Малая Бухта работает круглогодично. Купающихся в море что-то пока не видно. Но люди, которые внизу отдыхают, на лежачках присутствуют. А вот с правой стороны в банке я смотрю, что люди имеются. Здесь очень красивые места для посещения, для созерцания моря. И также очень классно смотреть на закат. Поэтому приходите обязательно. В Анапе очень много классных мест. Это просто, наверное, еще одно из них. Так что, когда спрашивают Юрия, что у вас интересного посмотреть в Анапе, ребятки, приходите, гуляйте, наслаждайтесь. Каждым годом всех этих красивых мест становится только больше. Давайте спустимся вниз к морю, узнаем его температуру. Посмотрим, как оно, морешка наше, скучает по нам. Собак подкармливают здесь отдыхающие в санатории. Вот курочку принесли. Кушает собаке. Хорошо здесь души. Вот вам еще одна кофейня, пожалуйста. Можно туда дальше прогуливаться. Мы придем в Малую Бухту Анапы. Пляж, высокий берег. Ну, здесь мы спускаемся к берегу Черноморскому. Вниз по лесенке. Кафе Лагуна здесь находится. Обещают морепродукты, разные вкусности. И здесь хорошие отзывы. Будете в этих местах обязательно посещать. А если были, то, конечно же, напишите как вам. Также здесь имеется зимний пляж. Можно покупаться в бассейне с подогревом. Насколько помню, возможно, с морской водой. Режим работы у него вот такой. Надо медсправка о посещении бассейна. Очень атмосферный спуск к морю. Ну, выходишь здесь, и перед тобой открывается совершенно губая картинка. Повторяю, так как ветер северный, здесь он совершенно не продувает. И море в этом месте гладкое. Небольшое волнение. И на этом все. Мы пойдем сегодня влево. В баньку Эль Грегор сходим. Вправо тоже есть устареющая баня, так ее назовем. И тоже очень любимая нашими отдыхающими и жителями города Анапы. Первая киса, которая решила к нам вообще подойти. Лежала на лежачках. Я его начал снимать на телефон. Прибежал, говорит, погладь меня. Не все спускаются вниз. И здесь их, значит, кормят чуть меньше. Ну, у каждого кота своя территория. Поэтому он ждет вашу еду именно тут. В понедельник сегодня не так уж и много людей. Набережная. Ну, тем лучше для тех, кто любит более спокойную обстановочку. Есть, конечно, и загорающая. Но в основном тишина и красота. Банька вроде топится. Работает она. Температура воздуха, как я и говорил, плюс 7 градусов. Но температуру водички мы сейчас с вами замерим. Надеюсь, что меня не смоет. Море прекрасно, дорогие друзья. Вот это я кайфанул сейчас. Называется, не по-дэцки. А водичка прохладная, ребятки. Поговорю, серьезно это заявить. Температура моря 10,1 градус. Самая холодная вода за последние дни моих измерений. Я был прав, северный ветер принес, ведь и нам холодную воду. Теплая отгоняется, к сожалению, от Анапы. Надо южички небольшие хотя бы, чтобы теплая вода вернулась к нам обратно. Даже 10 ровно. Так, надо убегать, а то меня сейчас еще больше намочит. Если пройти сюда до конца, то мы выходим на дикие берега, где сверху падают водопады с капель грунтовых вод. Виды тоже очень шикарные. Тут море каждого ждет. Но будьте аккуратны, потому что берега здесь довольно-таки опасная. И под воздействием холода, мороза и воды могут обрушаться каменные пласты. Вот такая красота, так как мне, друзья, фантастика. Такие вот сталактитосталагмиты здесь появляются. Каменные изваяния, ожурчание таких ручейков. Говорит о скором начале весны и во всех ваших регионах. Просто на мою весну присылают мне огромное количество снега. Так непривычно видеть это. Здесь возле баньки у нас есть такой вот очищающий кровля. Ведичка стекает здесь. Образует небольшой такой водоемчик. Звук, конечно, просто для суперрелакса. Стоимость по баньке можете увидеть. 400 рублей часик стоит. В баньке мы получили максимум удовольствия и счастья. Один разочек зашел. По клубной карте мне как-то попустили. Там 300 рублей стоимость у нее за час. И теперь можно немножечко окунуться в море. Потому что самое главное лично для меня во всей этой бане и во всем этом удовольствии, это, конечно же, купание в нашем Черном море. Говорится, что может быть лучше и приятнее. Нырять с камерой не будем сегодня смысла не имеет, потому что вода мутная. Ну, а вы сверху посмотрите, как было мне сейчас. Бывает хорошего настроения и восхитительных эмоций. Ах, лета в Анапе. Мама и папа. Море и желтый песок. Морышко, конечно, сегодня, ребятки, сжигает. К большому сожалению. Но все равно удовольствие на большем уровне. В общем, есть возможность, приезжайте, купайтесь обязательно. Обидно, конечно, что уже была погода совершенно другая. Море было теплое и классное. Но сейчас из-за северного ветра пришли к нам холода. Прям все, знаете, до глубины души, до нутра дошла вот эта холодная стезя. В общем, не забывайте, море это кайф, не забывайте ставить лайк. Жалко, времени нету побольше. Минут 15 это я портусил в баньке. Два раза прогрелся. Один раз экстрим в ветру, один раз в море. Но все равно, как же хорошо. Нос прочистился, аромат моря прочувствовался. Наконец-то. Вообще, почему решил пойти в баню? Потому что после последней поездки на СВО у меня ухо немножко, так сказать, после автоматных очереждей. Более большого калибра я стрелял. Очень звенело. Потом он начал гулять. И что-то я плохо стал слышать сейчас. Вроде бы морю слышу хорошо и плюс аромат почувствовал. Так что баньки посещайте. Это очень хорошая тема. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Сергей. Ирина. Как сало? Расскажите, откуда вы у нас? Мы из Тулы. Что у нас в Анапе делаете? Мы приехали подышать свежим воздухом, коснуться весны, первых лучков солнца. Соответственно, благодаря вам. Потому что вы каждый раз ходите, показываете, какая обстановка. Все это и стало прям настолько это манящее и интересно, что мы не смогли отказать себе в этом удовольствии. А где остановились? Мы остановились в частный сектор. Да, на Кирово. Стоимость сколько сейчас там? Ну там от 1700 до 2500, разные номера. Ага. В 2070 комнат. То есть место размещения, да? Да. Понятно. А много людей проживает? Ну, я бы сказал, да, что много. То есть даже сейчас? Да, даже сейчас, да. Да, даже сейчас, да. Мы думали наоборот, что мы приедем и никого не увидим. Я хочу секрет раскрыть. У нас местные практически не гуляют. Да? Да. Тогда, значит, все приезжие, да. И много людей. Привет не хотите в Тулу передать? Передаем большой привет. Привет, мам. Своим родным, да. Мамам, бабушкам, брату. Всем большой привет. Спасибо большое, Юрий, вам, за то, что вы организовали такой замечательный канал, что освещаете и проблемы, и радость, и все подряд здесь есть. Спасибо вам. Что смотрите, и Туля громче приедет от меня тоже. Мы видим загорающих людей, тучка, правда, зашла. Здесь люди купаются. Это чтобы понимали, что я не один. Мужчина, все-таки хороший заплыв совершил. Красота, одним словом. Здесь пока меня не было на набережной, выходило еще больше людей. Какие симпатичные котодомики. Вот так вот, ребятки, людей много. Мест в гостиницах уже не так много. Так что, если вы хотите приехать в Анапе, от души советую вам быстрее бронируйте жилье, чтобы потом не пролететь, как говорится, со своими желаниями, потому что и ценник поднимется 100%. То есть сейчас все говорят, вот, допустим, если в сравнении с Сочи, за первые два месяца там отдохнуло 12 тысяч туристов, а в Анапе 10. То есть вы представляете, мы идем в Анапе в районе Сочи. Так Сочи какой, ого-го, там плюс зимние курорты, а у нас в Анапе просто санаторий и прогулки у моря. То есть представляете, насколько востребована Анапа, при том, что сюда не летают самолеты. Для меня это было прям такой вау-эффект, когда эти информации появились в интернетах. То сейчас я понимаю, что действительно людей очень много надо. Чаще выбираться на набережной, прогуливаться. Ну а вам всем привет, Черноморский. С вами был Юрий Азаровский. Не забывайте подписаться, чтобы морем почаще наслаждаться. И сейчас потрадите как раз-таки именно море для вас, дорогие друзья. Не переключайтесь, смотрите следующий ролик. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok